Ребята, привет! Сегодня 7 января. Как ваша печень? Как здоровье? Все уже, наверное, устали отдыхать. Ну что, Новый год. Верим, волшебство. Впереди еще куча праздников. А сегодня, друзья, Григорий Лепс и его супер-пупер-гитарист, просто тиранозавр Рекс, Федор Досумов! Ну что, ребят, я предлагаю сейчас посмотреть, как Федор работает в команде. Как он играет свое соло. Вообще, как команда работает. Посмотрим. Вот такая песенка. Как-то ее еще бэгэпил. Брат Никотин. Брат Никотин Брат Никотин Я не хочу ходить в строй. Хочу ходить один. Иду под видом стекла. И нет огня. Отчинись от меня. Брат Никотин Клево качают. Груз есть. Класс. А я пришел греться в церковь, а сон дай мне не глаз. Я спорю перед пригородный поезд, я же тряси, как у нас. А я спинец, это не пушно, когда горят кармаза. Я смотрю, я спорю, развертая кожа, медленно движется. Я спорю. Это не пушно. Пушно. Вокруг меня лёд, я смотрю, как все поропятся, хотя никто никуда не идёт. Оговорился вертится, крыльями шурша, и вот моя жизнь борзует на пригородных рельсах. Если я рухну, рухну как-то не так, нос у бога много, килограмм на пятак, у каждого в сердце разлетит литер один, отживейся в тебя, в рот тёплый. Классно, машинка работает. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вокруг меня лёд, вокруг меня лёд, я смотрю, как все заработятся, хотя никто никуда не идёт. Роковый сын вертится, крыльями шурша, и вот моя жизнь танцует на пригородных рельсах. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вокруг ПЕСНЯ Вот такая машина. Класс, ну, во-первых, у него там три гитариста, четыре бэк-вокалиста, то есть два девушки, два парня, потом, значит, что там, барабанщик, перкуссия какая-то, да, басист, ну, клавишник, три гитариста, понимаете, какой щедрый человек. Вообще, да, про Лепса очень много всяких легенд ходит. Говорят, что он очень такой с большим сердцем человек. Вот, ребят, небольшой фрагмент. Машинка, конечно, работает у Лепса. Будьте нате. И сам Лепс тоже очень классно в этой песне. Просто бомба. Общее представление, естественно, у всех есть. Все слышали, кто такой Лепс, и очень многие знают Фёдора Досумова. Но, кстати говоря, когда говоришь, в некоторых кругах, конечно, всякое бывает. Бывает и не знают. Это ничего страшного. Потому что кто-то интересуется какой-то стилистикой всю жизнь. Он не выныривает из этой воды вообще. Но вот я, может быть, кому-то и открою. Теперь, друзья, поработаем по-настоящему. Смотрите, я сейчас приготовил вам такое клёвое видео выступление. Выступление Фёдора Досумова. Тоже это концерт Лепса. Я где-то в Ютубе нашёл. И это как раз соло. То есть ему Лепс спокойно даёт играть соло и уходит курить. Сейчас посмотрим, что там нам приготовил Фёдор Досумов. Вот он Лепс. Сказал, давай, Федя, отожги, порви всех. Сначала посмотрим. Фёдор Досумова. Фёдор Досумова. Поменяют анализ МИ. Уменьшенный аккорд. Фёдор Досумова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ну, это уже такой джазовый, конечно, будет прием. А вот все-таки он сыграл, мне кажется, ближе вот к этому. Это, кстати, опять гамма римского-корского идет. Вот примерно, мне кажется, такая штука. И опять пентатоника. Ну, да, тут наиграл. Сюда ушел. Вот оно, да. Сел я вот это разбирать, друзья. Тут, смотрите, такие вещи, они мне, допустим, почему легче это делать, чем начинающему музыканту, да? В-первых, я знаю гармонию, я ее уже предслышу, слышу примерно, что там происходит, да? И надо всегда начинать не с того, что он сыграл, а слушать гармонию. Что там, вот сейчас по гармонии, смотрите, что же там такое творится на чистом звуке, посмотрим. Так, интересный вот этот момент, красиво сыграл. Ре. До. Си-бемой. Ля-минор. Соль. Фа. Или. Соль. Ну, тут либо можем. Как с задержанием, да? Сас такой. Вот видите, что получилось, да? Все по... Прошли. Соль минор. Фа. Можно, конечно, и вниз пойти. Класс. Поэтому мы начали, допустим, с гармонии. И дальше, друзья, мы начинаем логически думать, что же там такое. Я слышу там три звуча. Значит. Вот они. И мы начинаем подставлять уже верхние нотки. Да, на телеке это, конечно, жестко. Вот такие вещи сыграть. Выбирать на более толстых струнах. Так. Ну, примерно это, друзья, делается так. Так, сейчас я попробую. Да, за досуму, конечно, повторять это жестко. О, вот же, я у жены взял резинку. Вот эту вот, резиночку для вовоз. Так, поехали. Ну, да. Если посидеть вот так вот недельку, наверное, это может сыграть несколько дней. Так, можно, наверное, это все сыграть. Задача такая, чтобы показать, еще раз говорю, развернуть. И, если вам интересно, попробуйте повторить. Потом самое ценное, создать что-то на основе этого свое. Я всегда так придерживаюсь. Вот сейчас я что-то могу снять, но я никогда не буду, естественно, Федором Досумовым. Моя задача, и вы не будете. Моя задача, что-то у него взять, украсть, забрать какие-то крупицы маленькие для того, чтобы продвигаться в гитаре. Теперь, друзья, еще раз мой подход. Если у вас есть знания, вы можете абсолютно спокойно садиться за это и разбирать. Как я подхожу? Я знаю гармонию, еще раз, и от нее отталкиваюсь. Только так. И я думаю, что и все профессионалы так работают. Поэтому начинайте всегда с гармонии. Вот сейчас опять-таки скажу про свои курсы. Начинайте не с импровизации, начинайте сначала с гармонии. Вот когда вы это все уже осознаете и будете видеть на грифе все ступеньки, все надстройки, тогда уже перейдете к импровизации. И в импровизации уже будет гораздо легче, потому что вы знаете, где этот аккорд находится и как он вращается, и с кем варится. И еще, друзья, такая новость. На степике у нас, там есть такая новиночка. Значит, механика 1 и механика 2, они сейчас в одном блоке. Можно приобрести в совокупности. То есть это и выгоднее, и дешевле получается. И вам для продвижения механика 1 и механика 2, они друг друга дополняют. Потому что во второй механике есть такие вещи, там на гибридную технику, допустим. Это уже гораздо такая вещь более продвинутая. И тут нужно начинать именно с какой-то подготовленной базой. Он тут блоками, друзья, играет. Вот тональность поменялась. Пошел в другое место, в зал побежал. То же самое здесь, да? Пошел. И здесь он все сделает. Что он там здесь? Ми это ля. Это уменьшенный аккорд. Вот, друзья, смотрите, я вообще не слышу, что там внизу. То есть, видите, эта запись еще такая, как бы, не профессиональная. Здесь верх слышно, а низ нет. Поэтому идем логическим путем, да? Что мы можем взять? Это, конечно, ми, да? Но он... что-то он тут... Грубо говоря, если низ, я точно сейчас не передам. Ну, хотя бы вот тут серединка какая-то, по-моему. А что там ля? Вот, есть два тэппинга. И что там у него еще уменьшенный? Уменьшенный куда он делал? Это на ми, друзья. Это... Это на ми уменьшенный. То есть, как мы можем вообще видеть уменьшенный, да? Вот он. Тоже уменьшенный. Поэтому... Это целая стихия, кстати. Уменьшенный аккорд. Он очень красиво звучит, естественно, в классической музыке. Он вообще универсальный. И в классической музыке, и в роке, ну, в металле имею в виду. И в джипси-джазе даже его очень много. Лагрен там играет. Очень много такой музыки. А здесь прям... Паганини какой-то, да? Такие нотки. Или из Мандельсона что-то какое-то. Воу! Что-то там он сделал такое. Так. Сейчас расшифруем, друзья. Какая-то зацепка мелодии пошла. Вот они идут. Во-первых, опять с аккордов начинаем. Соль. Фа. Ми бемоль. И уменьшенный. Наверное. Так, еще раз. Соль. Фа. Ми бемоль. Опять на Ми уменьшенный. Такая же точно проблема, друзья. Всегда, когда снимаешь что-то, вверх слышно, низ... Блин, все. Низ так не читается. Еще раз подчеркну. Вот это очень ценная работа для каждого гитариста, когда ты начинаешь своим мозгом что-то делать. Еще раз говорю, за тебя это никто не сделает. Это очень ценная штука. В зависимости, там, Лепса, Федора Досумва вы снимаете или что-нибудь, какой-нибудь, вообще, трек какой-нибудь гораздо легче. Но главное, чтобы вы сами это делали. Вот арпеджио, друзья. Это очень сложное место. Очень сложное. Я прошу прощения сейчас еще раз. Это соль, да, у нас? А если мы... Вот он. Первое звено, второе. И здесь связка. Вот оно, получается. Первое звено. Сейчас я попробую это сыграть. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вот, друзья. Вообще, мне эта картина напомнила что-то, да, такое нео-классика, да. Очень многие в этом стиле сейчас работают. Естественно, это здесь икона Ингви Мамстин. Но это для электрогитаристов Ингви Мамстин. А вообще, если брать уже большую музыку, все, что было до, это, конечно, классика. И там, ребят, очень много таких Ингви Мамстинов, на самом деле. Ингви Мамстин же это не сам придумал. Это называется стилизация. То есть, когда мы берем, допустим, стиль барокко или романтизм, классицизм, все что угодно, да. Или какую-нибудь ирландскую музыку. Да хоть что. И начинаем под это работать. В этом стиле. Но ведь есть еще эпоха. Есть эпоха классицизма, допустим. Вот. Мы уже не там. Поэтому мы сейчас, в это время, если берем, мы занимаемся стилизацией. Вот. Так, там очень много композиторов. От Баха, Гайдена, Моцарта. Посмотрите, как, допустим, они пользуются гармониями. И Мендельсон, там, Паганини, все это там. Я сейчас сыграю вам Паганини свой вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видите, уже здесь попахивает классикой, правда, с перегрузом. Да, и также арпеджио, вот эти все. Это мои вариации на Никола Паганини, на 24 каприз. Кому интересно, посмотрите, есть запись с капеллы, где я играю сольно. Так, поехали дальше, друзья, поехали дальше. Ох, как втопил. Классно, да? Да, я сейчас это не повторю, конечно. Такие пассажки. КОНЕЦ Ну, это все, рычаг, да. Это все, конечно, такая индивидуальная вещь, каждый по-разному играет. Но, говорю, это особенность, опять-таки, вот этих рычаговых гитар. КОНЕЦ 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 Что можно сказать? Тут вот какая-то баллада пошла. Вообще он, конечно, разделил, заметили, да, вот какие-то выходы. Раз, подготовил их, дальше отвернулся в другую сторону, вот здесь поработал, здесь уже такая статичная вещь под... Такое стиваевское, да, вот этот рычаг, вообще мелодичность такая появляется, вообще звукоизвлечение даже вот в балладной вещи прослеживается. Очень музыкально, конечно. Конечно, тут, естественно, вещь вся подготовленная. Видите, клавиши за ним идут сразу. Это они не первый раз играют, естественно, потому что это шоу. И я хочу подчеркнуть, что вот Фёдор, он всё-таки здесь играет очень круто, но настоящий, мне кажется, ещё это до Сумов, это где он там, естественно, своё играет. Там куча проектов. Посмотрите, там с Антоном Давидянцем, вот, басистом. Там много там у него проектов и такой фьюжн там. А здесь, естественно, это, чтобы тебя каждый понял. Здесь народ разный сидит. Поэтому его задача, как гитариста, сделать шоу доступное. Тут никакого фьюжина, конечно, нет. Вот, теперь классическая такая пошла вещь, очень красивая. Довольно-таки простая на восприятии, но очень красиво звучит. Вот эти гармонии тоже. Клавиши тоже большую работают здесь, окраску делают. Такая подушка. Да, вот смотрите, ребят, если я сейчас так чистым звуком вот вам наиграю. Всё это такое. Так и вот, а здесь можно сыграть и в одно... Интересно, когда тэппингом тоже помогать немножко, да, и уже гармонии прощупывается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если так только... Ну что, ребята, заключение. Вот вам топчик. Вот вам очень крутой музыкант, крутой гитарист. Я считаю, что вообще это гордость, потому что Фёдора Досумова знают и не только в нашей стране. Фьюжн сообщество, естественно, уже давно знает этого человека. Вот это, ребята, работа... Тут не то, что на десяточку. Тут градусник порвётся, так сказать. Смотрите, что за этим стоит. За этим, в принципе, технического, да, вот здесь так, чтобы сказать, это всё достигаемо. Это всё можно сделать. Но самый главный аппарат, как у нас всегда дирижёр говорит, это не руки, это мозги. Вот мозги, да. Что стоит за работой Досумова конкретно здесь? Это знание, это поле стилистики, да. Не только знание инструмента, электрогитары и природы его, как, допустим, в рок-музыке, в фьюжн-музыке, да, в попсе. И также он знает классику. Смотрите, он вот этими гармониями тут живёт. Это ж круто. Вот, поэтому человек сразу видно, что интеллектуально очень-очень развит. Вот просто, если логическим путём вот так разобрать по крупицам, да, это можно сыграть. Но мы смотрим, что он использует. В музыке Лепса, конечно, вот эти гитаристы привносят очень много такой роковой нотки хорошей. И это всё вместе в такой хорошей гармонии. Имею в виду, что Лепс, если бы без электрогитар, ну, кроме его харизмы и его личного голоса, это уже на любителя, кому нравится или нет. Я всегда на это вообще не обращаю внимания. Кто-то говорит, мне вот этот нравится или этот. Я вот смотрю, просто есть человек, мастер своего дела, мы его изучаем, что он делает, да. Я говорю, останавливаюсь на том, что, ещё раз повторюсь, если бы не было такой работы этих ребят, которые у него работают, ну, наверное, это бы всё-таки так попсовенько совсем, наверное, звучало. А здесь просто это между попсой и роком, так, в хорошем смысле. Я не говорю, что сейчас рокеры скажут, да какой это рок? Да нет, ребят, просто тут вещь очень тонкая, да, рок-музыка. Иногда я так еду, есть такое радио, рок-фм там, и вот вроде бы, вот вроде бы это рок, но чего-то как-то не сыграно по стилю тухло и так далее. А бывает, что вот в попсовой музыке так врежешь, что обалдеешь просто. Поэтому не будем спорить про стиль. Мы говорим сейчас о мастере. Это Фёдор Досумов, и хорошо, что он есть. И вот мы смотрим и наслаждаемся такими ребятами. Вот, поэтому большой респект и уважение этому человеку, что он у нас есть в стране. Ну и в заключение продолжаем отдыхать, набираться сил, потому что отдыхать это тоже работа. Каждый человек по-своему, по-разному отдыхает. И вот, друзья, когда вы не можете взять инструмент, как я делаю, я просто могу что-то послушать. И это, кстати, очень такая серьёзная работа. Сначала всегда мозги, потом пальцы. Вы находите, вдохновляетесь какой-то материал. Поэтому слушайте клёвую музыку, всем советую. Изучайте музыку. С музыкой жизнь вообще, она остаёт прекрасная. Поэтому берегите себя, друзья. Увидимся на следующем обзоре. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok